Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Накопились вопросы от наших зрителей. Предлагаю вам, Владыка, ответить на них. Первый вопрос касается поста, который уже начинается завтра, 12 июня, Петров или Апостольский пост. Чему он посвящен и как его следует провести? Это один из многодневных постов Православной Церкви. Посвящен он, как следует, из наименования памяти святых апостолов Петра и Павла, который отмечается по новому стилю 12 июля. Хотя продолжительность Петровского поста разная каждый год, она зависит от даты празднования Пасхи. Поскольку сама дата празднования Пасхи входит в достаточно большом временном промежутке, более месяца, то и продолжительность Петровского поста тоже разная. От нескольких, от одной недели до почти 40 дней, как великий пост. Посвящен этот пост, как я уже сказал, памяти святых апостолов Петра и Павла. Мы тем самым как бы пытаемся до некоторой степени войти в их подвиг, в их подвиг про проповеди, миссионерство. Даже там, где мы сами не совершаем пеших путешествий для таких, как, скажем, апостол Павел совершал для проповеди о Евангелии, но мы все равно, вот как-то так постясь, больше внимания уделяем молитве, церковному богослужению, как пытаемся войти, вот стать причастниками того дела, которое они совершили. И помня о том, что заповедь о апостольстве, о проповеди Евангелия дана не только ученикам Христовым, но и всем нам. Идите в весь мир, проповедуйте Евангелие всей твари. Это сказано Христом своим ученикам, и через них каждому христианину, каждому члену Церкви Христов. Вот почему Церковь установила вот этот вот Петровский пост, для того, чтобы мы помнили о вот этой нашей обязанности проповедовать Евангелие. Владыка, ваши советы тем, кто собирается поститься? Совет такой же. Пост более легкий, ну, во-первых, лето, и множество, с точки зрения пищи, есть много, чем можно заменить мясную пищу и продукты животного происхождения. Вот, по крайней мере, то, что доступно сегодня людям. Он не такой строгий, как Великий или Успенский пост. Вот, можно вкушать рыбу этим постом. Поэтому не нужно забывать о самой главной составляющей поста, молитве и богослужении. Вот здесь вот немножко сложнее. Вот Петровский пост в этом отношении, он сложнее других. Лето, как вы сами понимаете, время отпусков, дач и всего прочего. Храмы наши заметно пустеют, потому что все уезжают в деревню, все уезжают на дачу, дети уезжают на каникулы. Родители тоже пытаются отдохнуть, в том числе от своих детей. И поэтому, да, в храмах народу становится меньше, но пост, тем не менее, все равно идет, продолжается. И, конечно же, нужно обязательно постараться в это время и дома помолиться, или там в тех условиях, в которых вы отдыхаете. И обязательно прийти в храм на богослужение и причаститься к святых христовых тайн. Обычно, когда, если есть какой-то храм в селе, для сельских батюшек, у которых всегда сложно с прихожанами сегодня, поскольку народа в селах идет немного, вот Петровский пост, наоборот, время такого большего, большей активности церковной жизни, потому что все городские отдыхающие, родственники, внуки, дети, они находятся обычно там и часто очень приходят. Если люди верующие, церковные, то приходят в церковь, именно в такие сельские храмы. Но в любом случае пост – это одно из установлений церкви, которое мы должны соблюдать. Следующий вопрос по поводу крестного хода. Это буквально недавно прошел, 27 мая, в Ульяновский крестный ход с Жадовской, Казанской иконой Божьей Матери. Зачем вообще совершаются крестные ходы? И что чувствует человек во время крестного хода? Зачем участвует? Видите, в чем дело. Крестный ход – это достаточно давняя традиция православной церкви. Еще с очень древних времен крестные ходы совершались буквально с тех пор, когда христианство стало разрешенной религией. Это некая манифестация нашей веры. Мы идем, износим обычно святыни, которые в храмах или в монастырях хранятся, для того, чтобы осветить окружающее пространство. Как поется в одной стихире, кресте воздух осветися шествием твоим. То есть, все окружающее пространство. Ну и это до некоторой степени исповедание своей веры. Такое было слово в русском языке дореформенном. Оказательство своей веры. Да, вот такое мы свою веру показываем и свидетельствуем о ней, идя крестным ходом. Это всегда очень торжественная и воодушевляющая вещь. Поэтому многие люди с радостью идут крестным ходом. Это и некий дар, такой вот дар приношения, скорее даже не ног, а сердца. Тотой святыни, которую люди сопровождают крестным ходом, как вот жадовская икона. Это же очень старинное обычай. Он где-то с середины 19 века до 20-х годов. 20 века был, потом, естественно, в советское время был запрещен и возобновлен уже в новейшее время. И всегда очень был любим нашими жителями города Симбирска. Вы знаете, что первоначально принесением жадовской иконы прекратилась муровое поветрие. Эпидемия, которая была в городе, очень такая жесткая эпидемия. После крестного хода с чудотворной жадовской иконы она сошла на нет. Это эпидемия. Поэтому люди с большим желанием, с радостью приходят и участвуют в крестных ходах. И я думаю, что так было, так есть и так будет всегда. – А будет ли еще крестный ход этим летом в Сибирской епархии? – Да, у нас был крестный ход на Николу тоже в мае. Несколько дней из деревни Языково мы шли на Никольскую гору в Сурском. Еще один крест тоже туда же, посвященный опять же святителю Николаю, будет в августе со 2 по 11 августа. Будем выходить из Больших Ключич и идти несколько дней, почти неделю туда, на эту Никольскую гору. 11 августа древний праздник, который некоторое время тому назад начал восстанавливаться, вот он был забыт одно время, это Рождество святителя Николая. Очень редко когда у святых чествует день их рождения. Но тут и для Николая такое празднование существует с древних времен. Вот, и я надеюсь, что нам удастся еще сделать такой ежегодный крестный ход на память Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, день, который называется сегодня День народного единства. – Один день будет, да, крестный? – Да, это крестный ход будет по городу. Да, ориентировочно мы продумали маршрут от Воскресенско-Германовского храма до Кафедрального собора. – В Ульямске работает Центр подготовки церковных специалистов. Вот спрашивают, как и когда происходит набор обучающихся, кого принимают, да, кого он готовит этот центр, и как происходит обучение? – Ну, вот закончился, можно сказать, первый год обучения для так называемого пасторского отделения, мы так его назвали, для людей, которые хотят, думают о том, чтобы в будущем принять священный сан. Значит, я уже говорил как-то об этом учебном заведении, это такая предсеминария, мы надеемся, она станет все-таки настоящей семинарией в каком-то обозримом будущем. Срок обучения – три года. Мы принимаем, вот сегодня на первом курсе у нас учатся люди уже взрослые, семейные, работающие, поэтому мы устроили такую вечернюю форму обучения, очная, но вечерняя форма обучения. Ну, со временем она будет, конечно, и дневная. Следующий набор будет с 27 июня по 12 июля, и следующий дополнительный набор будет в августе, с 15 по 24 августа. Кроме пасторского отделения существует еще такое отделение, которое называется «Церковный специалист широкого профиля». Это катехизаторы, миссионеры, преподаватели воскресных школ и так далее, церковные работники, которые могут так иначе послужить церкви. Тоже такая очно-завочная форма обучения, два года обучения и год практика. И еще есть церковно-певческое отделение, где также три года мы будем готовить, как из названия понятно, певчик церковных хоров и реагентов. – А с какого возраста принимают в этот центр? Молодежь может прийти? – Да, конечно, после окончания школы. И верхней границы нет. – И еще один вопрос от зрителя. – Нужно ли брать благословение, чтобы читать Священное Писание? Есть ли какой-то порядок чтения? Надо ли молиться перед чтением Писания? На каком языке лучше его читать? – Во-первых, чтение Священного Писания – это обязанность каждого христианина. И специального благословения можно не брать. Если у человека есть духовник, если у него есть какие-то постоянные и добрые духовно-рабочие отношения со священником, то можно подойти и сказать, «Батюшка, благословите, вот я хочу начать читать Писание». Благословите, чтобы… Скорее, не как разрешение, а как помощь, такая просьба о молитве. Молитвенная помощь для того, чтобы это делать, поскольку чтение Священного Писания – это труд. На языке, ну, конечно, на том, на своем родном, которым понятно, на русском языке. Если у человека есть задача научиться еще при этом читать в храме, то можно читать на церковно-славянском, можно параллельно читать, можно читать какое-то время на русском. Потом мы же читаем Священное Писание не как художественную книгу прочитал и положил на полку. А у нас есть, тоже мы об этом говорили с вами, такая традиция читать постоянно, каждый день по несколько глав из Священного Писания. Вот закончили, потом мы начали снова, и снова, и так за жизнь человек может всю жизнь его читать. Вот, какие-то, в какой-то момент можно начать, допустим, читать на церковно-славянском, если человек хочет. Вот, если у него есть родной язык, на чувашском, пожалуйста, на мордовском, на татарском, на каком угодно, вот, лучше для того, чтобы понимать, потому что Священное Писание – это книга, которая должна питать человеческое сердце и человеческий ум. Вот, поэтому его нужно прежде всего понимать. Спасибо, Владыка, что ответили на вопросы наших зрителей. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова